Да, брат. Добро пожаловать. Хорошо. Меня зовут Куфи Абрефе Климент. Я выпускник старшей школы Синья. И, к сожалению, я не смог прийти рано. На самом деле, в пятницу я был здесь, но я не получал никаких объявлений. Недавно я проснулся, и я часто следил за вами по телевизору на канале Пистиви. Так что я решил задать вам несколько вопросов, основанных на вашей теме. Поскольку я следил за вами по Пистиви, большое спасибо. Для начала я знаю, что тему, которую вы подняли, было «Мухаммад с точки зрения Библии» и «Как Мухаммад описан в Библии». Я слушал вас чаще всех остальных, так как вы объясняли очень просто написанное в Писании, что касается Иисуса Христа. И также вы сказали, что если вы будете убеждены, вы станете христианином. И также здесь, в аудитории, я говорю от всего сердца, если ваши ответы на мои вопросы убедят меня, я также стану мусульманином. Для начала, ваша апологетика очень сильна. Есть определенный момент, который я хотел бы сказать. Для вас, чтобы задавать вопрос, что данное Писание, говорящие о божественности Иисуса, я считаю, что вы переводите дело с точки зрения священных писаний до философского аргумента. Вы привели много священных писаний. И одно из священных писаний, которые вы процитировали из книги Деяний, глава 3, о том, когда Петр обращался к людям, и он говорил, что Иисус олицетворяет Бога. Я знаю, что вы также привели этот стих. Но вы приводите Писание, говоря, где сам Иисус сделал утверждение, что он Бог. Но вы вышли за рамки темы и привели вещи, которые другие люди сказали о нем. И фактически вы открыли аргумент. Теперь вы взяли это от первого человека, кто свидетельствует о себе, о том, что другие люди говорят о себе. Для меня позволено говорить только о том, что он сам сказал о себе. Но я также допускаю делать ссылки на то, что другие люди сказали о нем. Но позвольте мне сейчас привести здесь. Я включаю разум. И первый вопрос, который я хотел бы задать вам. Какой секте христиан вы прислушиваетесь? Потому что если вы придете к секте христиан, к примеру, я посещаю Дом Веры и Служения. И я также состою в КФАЙ. Так что есть различные христианские секты. Вы должны понять, что это знание на самом деле определяет. Почему существует определенная христианская секта? Как я говорю, что злоупотребление философии, как вы знаете, это не определяет философию. Поэтому я хотел бы... Брат, брат, брат. Это время для сессии ответов на вопросы, а не время лекции. Если ты четко услышал правила, вопрос должен быть задан в двух или трех предложениях. Если больше, это уже лекция. Но лекция уже окончена. Ты опоздал, лекция уже окончена. Не нужно вести лекцию. Я знаю предысторию. Ты уже говоришь больше трех минут. Ты уже сказал больше 10-20 предложений. А еще не задал свой вопрос. Вопрос должен иметь знак вопроса. Я прочитал много христианских библей. Версия короля Якова, новая международная версия, версия свидетелей Яговы, двойную версию, много. Задай вопрос. Простой вопрос. Два или три предложения. Но он должен иметь знак вопроса. Просто задай свой вопрос. Спасибо, я знаю о вопросительном знаке. Я не могу написать его. Но дело обстоит так, когда Иисус говорит о Духе, Он сказал, что Он пошлет в качестве утешителя кого-то, похожего на Него. Это то, что Он сказал в книге Иоанна. Если вы читали книгу Иоанна, глава 20, стих 22, там говорится, Он вдохнул на них и сказал, примите же Духа Святого. Я слышал, что вы сказали, что Святой Дух был там еще раньше. Это то, как мы понимаем, это в нашей догме. Это как будто вы учитель математики. Вы учитель математики, и у вас есть много тем, которые вы можете преподавать. Вы можете преподавать разное, но все это в математике. Брат, ты понимаешь английский? Да. Два или три предложения. А ты пришел и проводишь лекцию. Я думаю, ты учитель. Не читай лекцию. Два или три предложения. С вопросительным знаком. Тебе не нужно описывать свой вопрос. Как твое имя и вопросительный знак – это вопрос. Просто если ты не знаешь свой вопрос, дай шанс другому. Ты тратишь свое время и время всех. Задай свой вопрос. Ты тратишь время. Я очень добр, не испытывай мое терпение. Я люблю тебя, брат. Я тоже люблю тебя. Иисус в мире ему сказал, и познайте истину, и истина освободит вас. А все, что ты делаешь, ты ходишь вокруг да около. Слова и слова и слова без вопроса. Если хочешь проповедовать, ты можешь занять это помещение завтра и дать рекламу. Люди придут и послушают тебя. Не трать время. Здесь около 10 тысяч человек. Не трать это время, пожалуйста. Не причиняй вреда всем этим людям. Они пришли послушать меня, а не тебя. Задай свой вопрос, а я дам тебе ответ. Только два или три предложения. Если ты скажешь больше двух или трех предложений, я перейду к следующему. Не говори ничего лишнего. Пожалуйста, начинай. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Итак, в Иоанне 20.22 он сказал, «Примите же Духа Святого». Поэтому, кто там был в то время? Кто принимал? Так что я хочу знать, почему вы думаете, что это выходит за рамки того времени? Почему это пророк Мухаммед? Спасибо. Брат задал вопрос из Иоанна 20.22, что Иисус Христос в мире ему сказал, «Примите же Духа Святого». Но это не говорится об Утешителе. Но это другое, а Дух другое. Получить Духа – это означает, что Дух был там. Но я говорил о другом стихе Библии. Я не цитировал Иоанна 20.22, но я процитировал Иоанна 14.16. Я же попрошу Отца, и Он пошлет вам другого Утешителя, который останется с вами навечно. И Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. Я пришлю вам от Отца Утешителя, Духа Истины, который исходит от Отца, и Он будет свидетельствовать обо мне. И также Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 7. Истинно говорю, для вас будет лучше, если я покину вас, ибо если я не уйду, Утешитель не придет к вам. Если же я уйду, то пошлю его к вам. А ты приводишь Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 22. Я же процитировал Евангелие от Иоанна, глава 14, 15 и 16. А ты приводишь главу 20. О чем ты вообще говоришь? Евангелие от Иоанна, глава 20, говорит о Святом Духе. Я же не говорю о Святом Духе. Я говорю об Утешителе. Святой Дух не Пророк Мухаммед Мирьему, но Утешитель — это Пророк Мухаммед Мирьему. Ты разве не слушал мою лекцию? Я уже говорил, что я опоздал, поэтому я не знал. Но ты сказал, что ты слушал мои лекции на телевидении? Да, я сказал. Я много раз говорил это по телевидению. Теперь я могу лучше подставить свой вопрос. Так что это значит, что Святой Дух — другое, и Пророк Мухаммед — другое. И Пророк Иисус Мирьему сказал в Евангелии от Иоанна, глава 16, стихи с 12 по 14. «Еще многое имею сказать вам, но теперь вы не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то Он оставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он восславит меня, ибо возьмет от меня то, что мое, и откроет это вам». О ком Он здесь говорил? О Святом Духе. Брат, ты понимаешь английский? Да. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 7 говорит. «Истинно говорю, для вас будет лучше, если я покину вас, ибо если я не уйду, то учешитель не придет к вам». Но Святой Дух уже был там до того, как Иисус Мирьему пришел в мир. Так что это не может быть Святым Духом. Ты сказал мне, если вы убедите меня, я стану мусульманином. Какой язык ты лучше понимаешь? Английский? Да, английский. Библия говорит, что Святой Дух был еще тогда, в чреве Елизаветы, еще до рождения Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель был еще до рождения Иисуса. Правильно? Да. И Святой Дух был там, когда Иисус Христос Мирьему крестился, правильно? Да. Так что этот Утешитель не может быть Святым Духом. Но ты продолжаешь говорить, что это Святой Дух. И ты ходишь по кругу. Поэтому я привел в вопрос о математике. Не говори о математике. Я говорю о Библии, я не хочу учить математику здесь. Мы используем аналогии, чтобы создать утверждения. Я считаю, что... Где говорится, что в математике мы используем аналогии, чтобы сделать утверждения? О какой математике ты говоришь? Я говорю в жизни. О какой математике ты говоришь? Где говорится, что в математике мы используем аналогии, чтобы сделать утверждения? В какой книге это говорится? Это было другое утверждение, это не касается математики. Я спрашиваю тебя, какая книга говорит, что вы используете аналогии, чтобы сделать утверждение по математике? Ты изучал математику? Да, я изучал математику. Тогда в какой книге говорится, что вы используете аналогии, чтобы сделать утверждение по математике? Это утверждение не было частью математики. Ты сделал ошибку, не так ли? Нет, это не была ошибка, я сделал другое утверждение. Нет, ты сказал, что в математике мы используем аналогии. Но ты не делаешь этого в математике. Ты допустил ошибку, да или нет? Прошу, это не были одинаковые утверждения. Но ты сказал, в математике используются аналогии, чтобы сделать утверждение. Так это правда или нет? На языке вы не можете применить. И вы, возможно, не знали, но я знаю. Я не делал то же заявление. Я как бы отвечал на второй вопрос, который вы спросили, когда я говорил о математике. Что ты делаешь? Ты не ставишь никаких запятых. Когда человек говорит, должно быть понятно, есть ли запятые или нет. Ты можешь не упоминать их. Но когда пишешь, ты должен упоминать. Но когда ты говоришь, должно быть понятно, это запятая или вопросительный знак. Ты задал вопрос, и я дал ответ. Ты задал вопрос из Иоанна, глава 20, стих 22, и я ответил тебе. И ответ закончился. Если ты не понял, это твоя проблема. Ты задал вопрос по Евангелию от Иоанна, глава 20, стих 22. Я дал тебе ответ. Это Святой Дух. Это не пророк Мохаммед Мирьему. Но пророк Мохаммед Мирьему – это утяжитель, о котором я говорил в своей лекции. Если ты хочешь узнать больше, иди и послушай мою лекцию на ютубе «Мохаммед Мирьему в Библии». А потом, когда закончишь, напиши мне по электронной почте. Хорошо, брат? Спасибо вам. Пожалуйста. Можем ли мы услышать следующий вопрос? Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум.